Всем привет, меня зовут Дима. Сегодня у меня на канале немного неформальное видео. И я просто расскажу вам, как применить новый дизайн для YouTube, который уже совсем скоро будет выбран для всех пользователей. Независимо от того, хотите вы этого или нет. Типа как вконтакте, когда нам всем случили редизайн. Хотя, к слову, он мне понравился. Для тех, кто не очень давно подписан на канал, я сделаю маленькое отступление. И скажу, что я уже делал подобный видосик. Я уже показывал, как перейти на новый дизайн. Но тогда проблема была в том, что стоило только зайти в свой аккаунт, то возвращался старый стиль. Сегодня найдено решение этой проблемы. И я вам всё сегодня покажу. Но стоит отметить, что не все функции YouTube работают на новом дизайне. Потому что официально в силу он ещё не вступил. Первонаперво вам надо выйти из своего аккаунта. Если вы не выйдете, то у вас не получится ничего. Далее мы нажимаем на эти три точки. Заходим в панельку дополнительные инструменты. А оттуда инструменты разработчика. Нажимаем на эту стрелочку. И переходим в Application. Во вкладке Cookies находим сайт YouTube. Находим строку Visitor Info. И удаляем её. Далее нам надо зайти в консоль. Ввести командную строку. И нажать кнопку Enter. Новый дизайн уже вступил в силу. Но для того, чтобы он отображался, когда вы находитесь в аккаунте, нужно сделать ещё кое-что. Снова заходим во вкладку Application. Далее находим вкладочку Cookies, сайт YouTube и строчку Prev. После чего её удаляем. Далее во вкладке Консоль прописываем ещё одну командную строку. И снова нажимаем кнопку Enter. Иногда может получиться только со второй попытки. Но всё точно работает. После того, как мы проделали все действия, нам надо просто перезапустить браузер. Или обновить страничку YouTube. И важное примечание. Всё, что я делал, я делал в браузере Google Chrome. Работоспособность этой фишки в других браузерах не проверена. Можете проверить и отписаться что да как. А можете просто забить и просто потестить новый дизайн в Google Chrome. В принципе всё. Если вы заходили только ради этого способа, то можете спокойно бахнуть лайк и уйти. Но если вы хотите посмотреть мой краткий обзор нового дизайна, то задержитесь ещё на несколько минуточек. Мы видим, что новый дизайн уже вступил в силу. А теперь давайте попробуем войти в наш с вами аккаунт на YouTube. Уж извиняйте, пароль от своего аккаунта я показывать не буду. Я верю, что многие из моих подписчиков люди добрые и ничего плохого с ним не сделали бы. Но вполне возможно, что они сделают что-то по незнанию. Да и хейтеры тоже имеются. Что же, на первый взгляд дизайн очень красивый. Как вы видите, я нахожусь в своём аккаунте. Поэтому никакого подвоха тут нет. Все надписи и превьюшки стали какими-то более крупными, а сам фон каким-то более светлым. Что не может не радовать человеческий глаз. Более удобная прокрутка плейлистов. А вот каналы, которые я рекомендую, находятся не в совсем удачном месте. Раньше они столбиком выстраивались в правой части моего канала, а теперь они находятся во вкладке «Каналы». Туда никто не лазит, поэтому это немножко неудобно. Стоит отметить, что все аватарки теперь окончательно стали круглыми. Во вкладке о канале особо ничего не изменилось. Мы по-прежнему можем посмотреть, когда был создан этот аккаунт, и сколько на нём просмотров. Кстати, совсем недавно мы перевалили за полмиллиона просмотров. Поздравляю, ребятки! И спасибо вам! Нереально классно сделано вот это вот меню при нажатии на аватарку. Творческая студия пока не изменилась. Она 100% изменится, когда дизайн официально вступит в силу. Но пока этого не произошло, нету смысла пытаться лезть в настройки в какое-то из видео, потому что там тоже всё останется по-старому. Смена аккаунта и раньше была сделана очень хорошо. Поэтому, грубо говоря, ничего не изменилось. А вот вкладка покупки, которой раньше не было, меня почему-то пугает. Что вообще можно будет купить на YouTube? Хочется верить, что это будет что-то связанное с раскруткой видео или канала. Ну или хотя бы какое-нибудь оборудование для создания видео, а не всякое говно. Очень порадовала возможность смены темы оформления с белой на чёрную. Это и раньше было можно сделать, поможет дополнительного плагина. Но теперь всё встроено в сам YouTube. Им ещё бы и с YouTube Plus так же поступить. Но отсюда есть и небольшой минус. Все эти превьюшки с овальными углами или вырезами в боку теперь будут смотреться так же по ошибок, как и на YouTube Gaming. Поэтому я советую всем ютюберам отказаться от таких превьюшек с белыми полосами, как недавно сделал это я. Также в этом красивом меню теперь можно запросто изменить язык и страну. Немного поменялся цвет колокольчик оповещения и стрелочки загрузки нового видео. Что мне не нравится, так это то, что во время просмотра видео не будет отображаться количество подписчиков, вплоть до единиц. Конечно, YouTube медленно обновлял данные о количестве подписчиков, но всё же он обновлял. А сейчас будет написано просто 2000, и оно не сменится, пока ютюбер не наберёт 3000. Или если на канале лям подписчиков, то количество тоже не изменится, пока ютюбер не наберёт 2 ляма. Кто-то говорит, что благодаря этому на кнопочку подписаться будут нажимать чаще. Что же, посмотрим. Благо, что хоть и на самом канале есть более точные данные. Очень понравилось изменение описания. Наконец-таки ссылки видно до того, как навёл на них мышку. А то ранча не оставались чёрными. Да и кнопочки для оценки видео и подписки тоже выглядят неплохо. Однако исчезла полосочка, на которой издавна обозначалось соотношение количества лайков и дизлайков. Зато комментарии стало отправлять намного приятнее. И плюс они тут ещё с такой маленькой красивой анимацией отправляются. Хотя тут всё с анимацией. И прокрутка плейлистов, и подписка, и добавление видео в понравившиеся. Всё. Это выглядит очень красиво и намного более современно. Играет музыка. Играет музыка. И ещё хочется обратить внимание на шапку канала. Она таки осталась на старом месте, просто стала немного крупнее и немного не вмещается в рамки. Поэтому YouTube, скорее всего, в скором времени выпустит новый шаблон для создания шапок, который не менялся уже с 2013 года. Ну и, конечно же, вкладка с трендами осталась на своём месте, а там по-прежнему плескается всякое говно. И не даёт бедненькому мне туда попасть. Грусть-печаль. Вот и всё, ребята. На этом моё видео подходит к концу. Напоминаю, что такой дизайн уже совсем скоро будет на всём YouTube, пока точных дат нету. Но я где-то слышал, что в марте должны это всё дело применить. Поэтому прощайте со старым дизайном, делайте скриншоты и оставьте его в своей памяти, ведь совсем скоро он покинет нас навсегда. Хотя новый дизайн тоже очень неплох, просто требует привычки. Не сказал бы, что вариант, который есть сейчас, идеальный, но он очень неплох, и все к нему уже привыкли. Его просто слегка доработать бы и всё. А вообще, давайте дождёмся полного релиза нового дизайна, и уже тогда будем его либо обсирать, либо примем его к себе. Итак, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте видео, делайте репосты и вступайте в группу ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на мой канал. С вами был я, Дима. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова